Добрый день, друзья! О полезных свойствах крапивы слышали даже те, кто далеки от народной медицины. Люди издавна используют это жгучее растение для разных целей, так как список его полезных свойств велик. Не утратило популярность оно и в наши дни. В этом ролике мы расскажем, чем полезна крапива и как правильно её использовать, чтобы получить максимальный эффект. В рецептах народной медицины используют крапиву двудомную. Это многолетнее растение, которое вырастает до двух метров. Оно – естественный поливитаминный комплекс, а все его части обладают лечебными свойствами. У крапивы – сбалансированный состав, в котором есть всё, что только необходимо организму. Это витамины группы В, С и К, минералы калий, натрий и магний, эфирные масла, дубильные вещества, крахмал, флавоноиды, алкалоиды, янтарная, лимонная и другие кислоты. Обратите внимание, что витамины содержатся именно в листьях и крапивном соке. В аптеках чаще всего продаются листья крапивы. Они тонкие, покрытые шершавыми волосками, имеют тёмно-зелёный цвет и слабый запах. Из свежей крапивы готовят супы и салаты, и они тоже крайне полезны для организма. В чём польза крапивы? Крапиву используют уже в течение нескольких тысячелетий. Широкое распространение она нашла в рецептах восточной медицины. Кровообращение. Крапива стабилизирует уровень гемоглобина и количество эритроцитов. Лечение кожных заболеваний. Растение полезно при появлении фурункулов, экзем, бородавок, лишаев, угревой сыпи. Заживление ран, остановка внутренних кровотечений. Стимулирование тонуса матки. Крапива помогает восстановиться после родов, облегчает ПМС и синдромы менопаузы. Благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Желчегонный и слабительный эффект. Стабилизация уровня сахара в крови. В зависимости от пола крапива оказывает разный эффект. Для мужчин она несёт положительное влияние на половую и репродуктивную сферы. Растение усиливает либидо, укрепляет генетический материал и служит профилактическим средством от воспалений предстательной железы. Она восстанавливает силы после тяжёлых физических нагрузок. Если мыть голову крапивным настоем, это замедлит облысение. Женщинам крапива помогает стабилизировать менструальный цикл и облегчить симптомы. В период лактации она стимулирует выработку грудного молока. Однако её применение разрешено только после консультации с врачом. Детям крапива полезна как средство, укрепляющее организм, успокаивающее нервы и лечащее кожные заболевания. Однако безвредна она будет только для детей постарше, в других же случаях нужна консультация врача. Свойства и применение крапивы. 1. Для лечения. Важнейшее свойство крапивы – крововосстановление. Настои используют для остановки кровотечения. Особенно они полезны против носовых кровотечений. Эффект достигается благодаря дубильным веществам в составе. Также крапива способствует ускоренному заживлению ран и запускает процесс регенерации кожи. Для этого листья нужно прикладывать к порезам и царапинам или использовать их в измельчённом виде для компрессов. Крапива оказывает тонизирующие свойства на организм и поддерживает иммунную систему. Она улучшает работу сердца и сосудов. Это хорошее мочегонное средство, которое выводит из организма застойные жидкости и снимает отёк. Также крапива улучшает аппетит. Крапиву полезно пить в общеукрепляющих целях. В медицине крапиву рекомендуют употреблять внутрь. Её прописывают как мочегонное средство при суставных болях и артрите, артрозе, как часть комплексного лечения при обильных менструальных кровотечениях. Растения назначают при заболеваниях почек, печени, анемии, туберкулёзе, нервных расстройствах. Отвары полезны при ревматизме и бронхите. Второе. Польза крапивного чая. Крапиву добавляют в травяные чаи. Она оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и расслабляет организм. Третье. Сила крапивного сока. Чтобы получить крапивный сок, нужно пропустить листья через соковыжималку или мясорубку. Он имеет все свойства растения, а также снимает физическую и моральную усталость, улучшает обмен веществ и восстанавливает дефицит витаминов и минералов в организме. Также сок – это профилактика остеопороза, так как он имеет свойство укреплять кости. Обратите внимание, что при употреблении сок нужно разбавлять небольшим количеством воды, чтобы уменьшить концентрацию. Храните сок в прохладном месте, его срок годности составляет всего 3 дня. Рецепты. В зависимости от желаемого эффекта, используют разные способы употребления крапивы. 1. Профилактика глазных заболеваний. Крапиве приписывают свойства укреплять глазные нервы и успокаивать глаза после длительного напряжения. Листья измельчите, 1 столовую ложку залейте стаканом горячей воды и оставьте настаиваться на 15-20 минут. Настой пейте трижды в день по 1 столовой ложке. 2. При солнечных ожогах. Снять боль и ускорить заживление раны можно, сделав компресс из крапивы. Для этого листья измельчите до состояния порошка. 8 столовых ложек этого порошка залейте двумя стаканами горячей воды и настаивайте в течение часа. В настое смочите компресс и приложите к больному месту. 3. Для кожи. В косметологии используют листья и крапивный сок, реже корни. Особенную пользу они имеют для людей с жирным типом кожи. Оно убирает излишки кожного жира и освежает лицо, придавая ему матовость. 1 столовую ложку крапивного сока разведите на 100 мл водки. Получившимся лосьоном лёгкими движениями протирайте кожу 2-3 раза в день. Также крапива оказывает на кожу омолаживающий, увлажняющий и питающий эффект. Для этого нужно приготовить маску. Листья разотрите до состояния кашицы и смешайте с жидким мёдом. Получившуюся смесь на кожу лица и оставьте на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой. Смешайте 1 столовую ложку измельчённых листьев с 1 литром воды. Опустите руки в ванночку с этим настоем, чтобы тонизировать и напитать кожу рук. 4. Для красоты волос. Маски и ополаскиватели на основе крапивы пользуются широкой популярностью. Можно использовать отвары, настои и сок растения. При выпадении волос втирайте в корни крапивный сок. Для активации роста измельчите 3 столовых ложки листьев, залейте литром воды и оставьте настаиваться на час. Такой настой необходимо использовать после мытья вместо ополаскивателя. 5. Против ревматизма. Лучше всего подходит молодая крапива. Её необходимо промыть и обдать кипятком, затем мелко нарезать и отжать. Пейте по 1 столовой ложке получившегося сока перед едой. Сок необходимо хранить в холодильнике не больше 3 дней. 6. Для очищения крови. Понадобится 4 ложки сушёных листьев. Залейте их стаканом горячей воды и поставьте на слабый огонь. Кипятите в течение 10 минут, затем оставьте настаиваться на полчаса. 3 раза в день перед едой вбивайте по 3 ложки отвара. 7. При анемии. Богатый состав крапивы положительно влияет на организм при малокровии и дефиците витаминов. 2 столовые ложки сухих листьев залейте кипятком и настаивайте в течение 20 минут. Настой обязательно процедите. Пейте его трижды в день по половине стакана. Если вкус покажется горьким, можно добавить чайную ложку мёда. Курс длится месяц. 8. При лёгочных заболеваниях. Крапива эффективна при лечении кашля. Из корня необходимо сделать сироп. Для этого 100 грамм измельчите, залейте холодной водой и оставьте на 10 минут. После воду слейте, приготовьте сахарный сироп. 3 столовые ложки сахара добавьте в 100 грамм воды и прокипятите на медленном огне. Получившимся сиропом залейте корни и поварите минут 5 на среднем огне. Оставьте настаиваться, затем процедите и пейте по одной столовой ложке трижды в день перед каждым приёмом пищи. Правила хранения и использования. Крапива, которую вы собрали самостоятельно, будет обладать большой пользой. Сезон длится с мая по июль. Можно сразу оборвать листья или сначала высушить всё растение, а затем собрать листья. Для рецептов можно брать свежие листья, но предварительно их нужно обдать кипятком. Так крапива потеряет жгучие свойства. Если же вы хотите засушить крапиву, сделать это можно в специальной сушилке или в проветриваемом помещении. Сушить растение под открытым солнцем не рекомендуется. Так из него уйдёт часть полезных свойств и лечебный эффект будет меньше. Противопоказания. Как и у любого растения, у крапивы есть свои противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Гиперчувствительность. Полипы, опухоль матки и придатков. Почечная и сердечная недостаточность. Высокая свёртываемость крови. Крапива только усилит её, что может стать причиной образования тромба. Заболевания, при которых приём жидкости ограничен. Беременность, особенно в последнем триместре, кормление грудью. Возраст до 12 лет. Среди возможных побочных действий. Появление сыпи, зуда или крапивницы. Тошнота, рвота или диарея. Гиперкоагуляция. При возникновении одного из этих симптомов необходимо закончить приём и проконсультироваться с врачом. Крапива – одно из самых популярных растений в народной медицине. Благодаря богатому составу – это витамины, кислоты и полезные вещества. Её используют при лечении множества заболеваний. Крапиву прописывают при кровотечениях, заболеваниях мочеводелительной системы, дыхательных болезнях. Она улучшает функционирование сердца и сосудов, успокаивает нервную систему, укрепляет кости и т.д. Также крапива незаменима для красоты волос и кожи. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!